История Херсона, а его дооккупации, вот сейчас оккупанты вывезли, как говорят местные жители, на левый берег, все вплоть до пожарных машин, троллейбусов, закрытой аптеки, продовольственные магазины, вот как я рассказывала, без интернета, без связи, водоканал закрыт на ключ, облэнерго закрыта на ключ, но тем не менее, ожидаются уличные бои, это вот такая вот информация, которая приходит со всех сторон, но тем не менее, наш министр обороны Алексей Резников сказал, что уличные бои ему невыгодны, потому что им как бы отходить некуда, они тогда в кольце окажутся. Давайте прокомментируем ту военную ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Херсона и те жители, которые никуда не эвакуировались, а ждут украинских военных, вот в каком они сейчас положении и главный их вопрос. Ну, да, первое, ну когда россияне перешли на правый берег, а это был первый день войны, то в принципе они себе каким-то образом подписали такой, ну не то что приговор, но это они вышли на свое, ну это такое слабое положение в плане обеспечения, то есть, ну наши войска, в общем-то, ну первое они их заблокировали, скажем, на правом берегу не дали идти дальше, потому что план был-то и Николаев, и там и перерезать дорогу Одесса-Киев и так далее. Вот, но сейчас, значит, что первое, все мосты через Днепр и Ингулец, они сейчас, ну либо, ну они выведены, скажем, из нормальной эксплуатации, вот там их пытаются ремонтировать. Значит, в связи с этим обеспечение вот этой 25-тысячной группировки на правом берегу, оно очень усложнено, потому что вот этих, ну вот этих там российских военных нужно их там, им нужны боеприпасы, им нужно эвакуировать раненых, у них каждый день большое количество раненых. Вот, значит, нужно эвакуировать там погибших, нужно технику менять, ремонтировать, продовольствие, с продовольствием они там могут как-то по месту обворовать там местное население, они это регулярно делают. Ну, в общем, логистики, у них логическая логистика очень ослаблена. Они начали пытаться этот вопрос решить путем вот этих вот перевозок при помощи барж, катеров и так далее. Наши тоже войска начали на это реагировать, вот, они начали строить понтоны, короче, частично им удалось вот эту логистику как-то восстановить на небольшой процент. Вот, плюс сейчас уже фактически три недели, ну не три недели, две недели уже выведен из строя Крымский мост. То есть там сильно тоже логистика как бы подкошена, потому что большинство из всех этих грузов из Крыма шли как раз через, попадали через Крымский мост. Вот, и сейчас, ну, уже прошло буквально, я думаю, месяца три, как они живут вот в этой ограниченной логистике. Вот, ну, как бы, силы тоже истощаются, в общем-то, хотя они там ротации проводят. Вот, и они, ну, украинские войска, они, в общем-то, в лоб не бьют. В лоб не бьют, потому что, ну, и в лоб идут большие потери реально. Вот, чтобы такого не было, ну, как бы, этой Жуковщины, то, значит, ну, они работают мобильными такими группами. И потихоньку нащипывают слабые места российские. И потом, когда это слабое место, ну, точно обозначено, они его просто, значит, начинают очень хорошо обрабатывать. И достигают успеха. Ну, таким образом, в общем-то, где-то две части было освобождено. Сейчас, ну, что-то, россияне что-то задумали. Они понимают, что Херсон им нужен. Почему? Потому что это единственный областной центр, который они сейчас взяли, в общем-то. Больше ничего они не взяли. Вот, он им нужен, он им важен. Им важна Каховка. Каховка им важна, потому что это вход в Северокрымский канал, без которого Крым жить не может. Вот, вот сейчас они что-то рисуют, какую-то картину, чтобы для своего местного населения, которое, в принципе, ну, российского, которое остается зомбированным, показать, что, ну, они должны уйти из Херсона, там, под каким-то, якобы, благовидным предлогом. Там, вот сейчас пошла история, либо там с дамбой, подрывом Каховской, либо с этой, либо брудная бомба, это грязная бомба. Вот, вот они эти истории нелепые придумывают, но самое интересное, что местное население вообще не в детали, не влазя, не подвергая ничего сомнению. Он просто в это верит. Но это особенности вот советско-российского, этой образовательной машины. То есть, там, что тебе сказали, то ты и слушаешь. Вот, поэтому, ну, вот, к сожалению, это и есть. Кстати, такая же история сейчас вырисовывается в Беларуси. Там тоже вот эта пропаганда, она мозги все-таки накачивает. То есть, в принципе, сейчас создаются такие условия, что они уйдут оттуда. Я не думаю, что будут уличные бои. Ну, уличные бои нам тоже, в общем-то, особенно не нужны. Потому что, ну, первое, мы теряем своих солдат. Второе, мы теряем местное население, мы рушим их. Ну, а третье, ну, зачем они боятся этих, если их можно выговорить другими способами. Ну, они же могут с той стороны, не знаю, гладить градами, ну, вот так, как они делают с Никополем, да, к примеру, с Харьковом, с Мерчами, градами. В общем, артиллерии крыть другой берег Херсона. Да, да, вот, к сожалению, вот это, ну, как бы серьезная такая опасность, что, в принципе, мы их, ну, скажем, гарантированно выдавим с правого берега. Ну, на правом берегу они могут обладать, ну, сделать свои позиции, в принципе, и градами, и артиллерией, и, в общем-то, ну, как бы могут это делать. Это, это, это угроза, да. Ну, для этого, в общем-то, задача заключается наша в том, что, ну, есть у нас тоже средства подавления, тот же Хаймарс высокоточный, в общем-то, то есть, в принципе, угроза есть такая. Николаев, Николаев же остается сейчас. Николаев, да, да, да. Такая история. Я вот сейчас сегодня прочитал, значит, мэр Николаева сказал, что там с 8 месяцев только 40 дней его не обстреливают ракетами. Вот, а Николаев обстреливают, опять же, вот с Кимбургской косы, вот, оттуда там все это дело. Ачаков Николаев, Ачаков тоже самое. Угроза есть, я думаю, что военные это знают, ну, не то, что знают, но и знают, и знают, что делать, чтобы этого не было, потому что у них тоже запасы этих градов тоже ж не бесконечные. Не бесконечные, но их много у них. Ну, давайте согласимся с тем, что оружия вот такого плана у них много. Оружия много, но, опять же, согласен, но того рейда, ну, соотношение, которое было, ну, скажем, еще в мае, уже такого нет, понимаете, ни по артиллерии, ни по градам, ни по чем. Поэтому, если где-то будет локализовано, ну, вот, нахождение градов и нанесение ударов, то, в принципе, понимаете, они удары градами, ну, в любом случае, Хаймар стреляет дальше, в общем, и точнее. То есть, в принципе, что... То есть, правда, на эту артиллерию есть у нас? Да, то есть, по крайней мере, сейчас можно сказать, что если будут наноситься какие-то удары по живым вот этим, а они наноситься, наверное, будут, то, в принципе, у нас есть чем противодействовать. И это сделать можно быстро достаточно. Вот, это можно сделать быстро. Потом, я думаю, что сейчас уже, в принципе, хорошие новости о том, что нам начали давать ПВО. Вот это вот как раз и Носамс, и Ирис. Первый комплекс, ну, Ирис, он же пошел как бы не в столицу, да, а он пошел на самое, ну, направление такое опасное, как раз на юге. Я думаю, что в этом тоже как бы подумают наши военные, как город максимально. Ну, а потом, опять же, если будет Херсон освобожден, дай бог, чтобы это случилось как можно быстрее, то я думаю, что, я знаю, что многие люди просто не хотят уезжать в Россию, ну, в оккупированную Россию оттуда. То часть людей, мол, могу, можно было бы какое-то, ну, на время вывезти из Херсона, например, на территорию Украины. Но сейчас это сделать, я так понимаю, нельзя, потому что ВСУ еще не подошли просто к Херсону. Но я имею в виду, когда, например, они подойдут, то если будет такая сильная уроза, то можно оттуда ехать, как бы, ну, мы понимаем, что не так далеко. Мы, например, предлагали своим родственникам, давайте к нам сюда, вот, ну, как бы под Киев, там есть где разместить. Я вот под Киевом вижу много тоже людей, приезжают из Николаева, и, ну, и вот, ну, с Херсона, ну, с Херсона только тот, кто выехал, там каким-то чудом в начале вот этой вот войны. Вот. Ну, есть комплекс, есть мероприятия, конечно, они будут бомбить. Другое дело, зачем они вытащили, вот, вывезли эти троллейбусы, может быть, они так, может быть, они и хотят это сделать, чтобы зашли наши войска потом ударить, либо затопить. Это сложно сказать, потому что фантазия у них бурная, они уже, ну, тут очень много чего планировали, не все у них получается. Просто можно представить, что произошло бы с нашей индустрией, если бы все ракеты, которые они запустили, попали в цель, да, они были сбиты там на 70% нашими ПВУ. Вот то же самое по Херсону тоже там. Если вывозят, значит, средств нету, значит, видите, что-то пытаются где-то сэкономить уже. Субтитры создавал DimaTorzok